здравствуйте товарищи гости канала цифровым 42 и товарищи подписчики сегодня начнем и надеюсь это приведет к каким-то хорошим результатом работу над объективом ро 3-3 образец 49 года с номером 1083 фокусная 50 цвета силу 2 0 просветленный с данного объектива уже снята пара лишних деталей это видимо родные детали механизма фокусировки в оригинале это выглядело примерно как-то вот так внутреннее кольцо с резьбой стояла на стопорных винтах объектив данный образец во всяком случае немного проблемный во первых есть множественные замятия по переднему краю возможно не получится снять титульное кольцо и почистить оптику внутри во вторых есть существенная забоина на корпусе которая затрагивает и кольцо диафрагмы тоже в итоге кольцо установки диафрагмы просто не крутится значит вот это место я буду подрезать аккуратно сначала дремелем с отрезанным диском чтобы просто снять кольцо и потом уже обточить его поровне чтобы это не выглядело как порнография вот в целом объектив будет ставится в геликой тот полосатой версии 44 м4 гелез сам по себе кстати объектив весьма и весьма недурственный состояние оптики на отличная диафрагма просто прекрасно тут пара потертости масла нет но почему у меня его никто не купил за год с лишним я честно говоря не представляю притом что даже цену я назначил вполне меняемо так или иначе линзоблок у меня пока отстаивается на полочку возможно какой-то геликоид для него потом подберется ну а его геликоид ввиду того что это м39 будем использовать для ро3 почему выбор геликоида именно с резьбой м39 чтобы объектив с малым рабочим отрезком можно было ставить через адаптер типа м39 лейко бэйонет то есть тонкий адаптер без каких-либо дополнительных манипуляций или доработок сейчас попробую представить все это дело в камере и просто посмотреть где примерно будет бесконечность максимально максимально утопленном положении при установке не минимальную на минимальную дистанцию фокусировки геликоида бесконечность у нас где-то сантиметров ну 65 70 я думаю что неплохие шансы сделать бесконечность именно на базе 44 геликоида и получится вполне себе интересный полтинник сейчас геликоид на минимальную дистанцию выкручен и вот такая вот у нас резкость и такой масштаб конечно будет чуть крупнее но примерно показательно будем думать сложности использования такого геликоида в том что в нем особо-то и вырезать почти нечего но у меня есть пары и на этот счет сейчас разберу и покажу что думаю разбирается элементарнейшим образом все на стопорных винтах есть небольшой подводный камень в виде того что нужно подобрать подходящую отвертку с этим обычно проблемы вот как здесь например винты мельче чем на кольце фокусировки а сидят они глубже на этот случай у меня есть уже доточенная под такой размер отверточка особо тонкая особо ювелирная так так выглядит геликоид без корпусных колец где я подозреваю можно вырезать лишний металл объектив нужно посадить сюда и упирается он соответственно только в одном месте широкую шайбу поскольку дальше чем позволит задник мы объектив не закрутим то все лишнее отсюда можно просто напросто стачивать насколько это необходимо я думаю что как минимум до сих пор можно убирать все соответственно можно будет подрезать немного внешнее кольцо и может быть чуть-чуть гайку и здесь то есть суммарно здесь я думаю выиграть миллиметров 6 7 вот а дальше смотреть что делать дальше как альтернативный вариант всегда остается возможность вытащить из переходника середку с резьбой и вместо нее сразу крепить непосредственно объектив на стопорные винты которые есть переходники это автоматически даст очень 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 большой выигрыш порядка семи миллиметров ну хотелось бы сделать что-то универсальное с резьбовым креплением начну с разборки ро в плане того что освободить кольцо диафрагмы для работы я выбрал отрезной диск с алмазным напылением чем его преимущество потому что стружка будет крупной и с большей вероятностью не забьется в тонкие щели а да а не Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Внутри объектива чисто Кольцо получило возможность немного надвигаться ДимаTorzok Прогресс Так, эта проблема решена Теперь можно выворачивать стопорный винт Который же, собственно, и вращает Направляющий кольцо с направляющими диафрагмы И снимать кольцо полностью Далее из лишних деталей, которые показывал в самом начале Сделаю небольшую втулочку Чтобы объектив садился в далеко и ровно по центру и не болтался Это нужно, чтобы дальше Более уверенно, грубо говоря Подгонять Будем называть вещи своими именами Подгонять, товарищи Камера все равно не фокусируется Куда можно было бы Поэтому записи не будет Провел несколько мелких подготовительных операций В общем-то, это не критично Вот Если будете делать, сами поймете, что это нужно сделать Значит, следующим будем доводить само кольцо диафрагмы Наглядно видно, что объектив При установке в геликоид, при посадке Опирается именно на это кольцо Но при этом именно такой большой ширины его иметь необязательно Его можно безболезненно уменьшить Достаточно сильно Оставив ровно столько, чтобы хватало Для винта И закрытия щели, по которой ходит поводок Собственно диафрагмы Итого Где-то Миллиметра два мы его подрежем Вот примерно по краю ногтя оно останется Плюс немного придется срезать с переднего края Где была забоя, на которую уже выпилили Проблема обработки этого кольца в том, что нужно не повредить резьбу Она очень нежная И то, что это кольцо И маленькое кольцо Будет сложно его поставить так, чтобы было крепко и оно не слетало Доточенное кольцо диафрагмы на своем новом месте Фокусируйся Никогда не берите Sony Nex В качестве видеокамеры Это аппарат Sony Nex Значит, ширина кольца, как наглядно видно, существенно уменьшилась От винта симметричного в обе стороны по ширине Следующим шагом я немного подрежу внутреннее кольцо геликоида И буду примерять снова Итак, на данный момент я из геликоида выбрал все, что можно по металлу И подрезал со стороны шайбы Вернее, саму шайбу широкую я полностью удалил Значит, бесконечность в таком исполнении уже есть с серьезным перебегом Дальше моя задача будет подобрать юстировочное кольцо Значит, и поплотнее, конечно, сделать его, чтобы не было болтанки И далее все склеивать на добротный эпоксидный клей Сейчас, собственно, на камере объектив в положении минимальной дистанции фокусировки Естественно, ничего еще не собрано, просто держу в руках Снимаю, как раскрашиваются в рябочке Расписываются, не знаю, как правильно назвать этот процесс Чтобы показать, как работает практически испеченный РОД 3.3 Размытие фона, ну и так далее Так, вот так не будет Значит, как выглядит конструкция на данный момент Переходник Ну, по факту, переходник стандартный Просто немного его придал более приятную для себя внешность Он у меня такой уже давно Значит, так выглядит механизм фокусировки Срезано по максимуму отсюда Я думаю, те, кто разбирал 44.2 или 44 Они просто увидят разницу Между вот этой прекрасной ровной поверхностью плоской И тем, что у них в руках было Или есть, или будет Во всяком случае, вот ориентир для вас Срезана плоская тарелка Вот внутренние детали И плюс еще где-то с миллиметра Сам объектив немного прошелся снаружи Чтобы получить такую красивую медь Ну, мне кажется, так все-таки лучше, чем было Значит, заодно часть косметических дефектов ушла Моя следующая задача будет сделать втулочку Которая хорошо объединит внутреннюю деталь геликоида И сам объектив Получится нечто что-то вроде этого Значит, кольцо фокусировки Корпусное будет на своем месте Но что придумать с резьбой под светофильтра Что придумать с тем, что закроет вот эту резьбу геликоида Я пока не знаю Возможно, она будет открытой В этом случае придется что-то придумать со смазкой Чтобы она все время не резла И не пачкала все подряд Ну, либо превентивно для транспортировки и ношения Ставить объектив на бесконечность Чтобы резьба уходила внутрь По поводу сборочных операций Есть идея Что втулку Можно посадить вот на эту детальку Таким образом, сам объектив получится Выкручивать из готовой склеенной конструкции При необходимости его почистить Или смазать Или не знаю Или заменить на другой такой же Мне кажется, возможность какой-нибудь разбираемости Это всегда лучше, чем сборка намертво Хотя не отрицаю, что раньше я в основном делал все намертво Потому что была необходимость так делать И других возможностей было немного Предварительно Значит, нужную деталь Представляется возможным вырезать Из задника М39 От дальномерного Индустар 61 Завалялся такой задничек Итак Значит Что я сейчас делал Как говорил только что Для вас-то только что А для меня это полчаса назад Я делал проставочки между геликоидом и объективом Получился бутерброд из двух колец И лично мне это не очень нравится Значит Одно кольцо Родное латунное От РОТ-33 В него объектив будет вкручиваться И когда это будет нужно Выкручиваться Ладно, обещаю со следующего ролика Снимать с ручным объективом Чтобы можно было Более хорошо фокусироваться Пусть дольше, но более хорошо Когда надо, вкрутили Когда надо, выкрутили Сейчас еще немножко прогоню Это кольцо снаружи Чтобы было к чему клеить Грубо говоря, к голому металлу Далее Это колечко у нас будет вклеено Вот в такое проставочное Вот И все вместе Будет ложиться В геликоид в стакан На проточное для этого места Значит Я уже попробовал Проверил, как все это работает В сумме Ну Я не говорю, что здесь идеально все точно Но на фотографиях Какого-то критичного перекоса Если он даже и есть Я лично не видел Вот Я надеюсь, что Когда еще и с эпоксидкой Все это уляжется Ровненько Вот под своим весом Заползет Куда нужно Клей И так далее Будет в итоге Очень и очень хорошо Но повторюсь Я не считаю, что Вот такое Наслоение Тонкостенных колечек Это хорошо Наоборот Мне это не нравится Значит Теперь у меня Переход Потому что Подготовить деталь К заклейке И будем клеить Сначала вот так А потом туда Ну или сначала туда Потом вот так Это не принципиально Значит Значит Что еще Сейчас Нужно вам сказать Ну наверное Пока что Все Перехожу к клею Какой клей Показывать не буду Не потому что Я такой вредный А потому что Ну Извините Я Я считаю Что это Некоторая Техническая тайна Вот Этот клеем Как бы доступен Продается в магазинах Может быть Вы таким же Пользуетесь Случайно Может быть Вы его тоже Сознательно Выбирали Среды других Вот Ну Я Марку Своего Расходника Оставлю за кадром Итак Работа завершена Что не попало В кадр В кадр Не попал Процесс Вклеивания Род 3-3 Вгеликоид Вернее Тех колец Которые Его Там Фиксируют Видно Тонкую Проставочную Втулочку Видно Латунное Кольцо В которое Вкручивается Объектив Оно родное В кадр Не попало Не попал Процесс Обтачивания Кольца Фокусировки Это корпусное Кольцо Просто Чтобы оно Не торчало Сделал Так выглядит С другой Стороны Диафрагма Функциональна Диафрагма Управляется Родным Кольцом К сожалению Из-за Того Дефекта Который Я устранял В самом начале Ход кольца Немного Неровный И в начале Требуется Некоторые Усилия Примерно До значения 4 Как-то Не очень Хорошо Все идет Но Тем не менее Использовать Можно Я думаю Что это дело Притрется Обычно Так и Происходит Значит Что еще Не попало В кадр Да в принципе Все За Примерно Два с половиной Часа Рабочего Времени Это чистое Время Примерно Плюс-минус Из Трудного Объектива Под восстановление Получился Весьма резкий Симпатичный И что самое Приятное Уникальный Полтинник 50х2 Для Беззеркальных Камер На которые Ставятся Через Кольца М39 Бойнет Кроме Того Объектив Можно применить На дальномерной Камере Я так полагаю Но потребуется Очень хитрое Колдунство Для разметки Шкалы Расстояний Поскольку Толкателя Дальномера Не будет И придется Фокусироваться Именно как На шкальном Фотоаппарате По дистанции Я считаю Что сегодняшний Опыт удался Весьма И весьма Хорошо Я не ожидал Что получится Реанимировать Объектив Единственное Что лично Меня смущает Это Открывающаяся Резьба При любой Другой Дистанции Фокусировки Кроме Бесконечности Но я думаю Что Мы все люди Сознательные И не все Объективы Стоит брать К примеру На пляж Для пляжных Или полевых Съемок Возможно Стоит озадачиваться Какими-то мерами Безопасности Подкладывать Платочек Для съемки С уровня земли Например Вот Или Или как-то еще Так или иначе Я глобальной Проблемы В этом не вижу Это скорее Следствие Просто следствие Сейчас поставлю Объектив на камеру И посмотрим Хотя бы Боке На которое Способен Дальний Объектив Ну и Если кот Никуда не сбежит То на примере Его шерсти Посмотрим Детализацию Значит До кошачьей морды У нас Примерно Сантиметров 40 45 Геликоид Сейчас выставлен На минимальную Дистанцию Фокусируемся Я думаю Для наглядности Вполне достаточно Даже на видео Думаю Вполне видно Что резкость Детализация Весьма Высоки А ведь Это между прочим 1949 Год Так Старая Добрая Ярлянда Ух Не знаю Что буду делать Когда Кончатся Праздники Как то Наверное Не очень Хорошо Будет В мае Ярлянду Показывать Сейчас Геликоид Тоже На минимальной Дистанции Фокусировки Крутим Вперед Справа Лампочки Гораздо Ближе Ну Светодиоды Если быть точно Диафрагма Открытая Думаю Вполне наглядно Конечно Это не полноценные Тесты Но Вполне Наглядно На что Объектив Способен И Что он Может Выдать Значит И Про ложечку Дегтя В бочке Всего Остального А именно Про денежку Меня часто Обвиняют В завышении Стоимости Подобных Самоделок Ну Давайте Исходить Из того Что Получающиеся Изделия Как правило В штучном Количестве И Как правило Достаточно Оригинальные Во всяком Случа Вот Именно Такой Конструкции Я не встречал Равно Как И РОД 3.3 Адаптированный На цифровую Камеру Отнюдь Не является Массовым Изделием Как Никак Требуется Некоторый Опыт Руки Не говоря Уже Об Об Оборудовании На этой Положительной Ноте Я Сегодняшний Ролик Завершаю Кому Было Интересно Соответственно Подписывайтесь Наверное Если еще Не подписаны Будете В курсе Впереди Думаю Что Немало Новых Опытов Надеюсь Они будут Успешны Будут И Распаковки Будут И Всякое Такое Будут И Тесты Будут И Сравнения Всего Доброго Продолжение следует